Жители поселка Ибресси бьют во все колокола, они обеспокоены качеством питьевой воды. Употреблять обыкновенную воду из-под крана никто не рискует. Почему? Выясняла наша съемочная группа. Пить или не пить воду из-под крана? Такой вопрос мучают жители поселка Ибресси уже в течение двух лет. Знаете, я бы тоже воздержалась. И так везде. На кухне, ванной. Мало того, что люди волнуются за свое здоровье и за модность примесями воды, по мнению жителей поселка, ломается домашняя техника. Из строя выходят водонагреватели, газовые котлы и фильтры. Это получается и случается ночью особенно, потому что воду люди не используют. Вообще, конечно, не используют. И вот сколько я собрала подписи, у всех такие случаи. В любое кафе зайди, в больницу у нас существуют, в садике существует, школа. Есть у нас такое заведение ПНИ, где закрытого типа, где очень много находится инвалидов. Они все пользуются вот этой неочищенной водой. Вода с поверхностного источника река Кириа. Она вообще не очищается. Цвет вы видели. Поэтому мы-то еще можем в колодец пойти приготовить воду. А есть дома, пятиэтажки даже, у которых вообще нет колодца. И они вынуждены эту воду пить. То есть белье у всех уже непонятно какого цвета. Бытовая техника тоже засоряется вследствие вот этих осадков. По примеру владельцев частных домов, уже и жители многоквартирных пятиэтажек ищут альтернативные источники. И это несмотря на то, что они исправно платят за услуги ЖКХ. Люди с ведрами в поселке городского типа стали привычным явлением. А что же местные власти, спросите вы? Они видят причины в изношенности оборудования на местном водоканале, но не могут найти средств на ее реконструкцию. Плюс ко всему, в этом году ливневые дожди спровоцировали большой сток воды в реку Кире. Могло прорвать и плотину, шлез открыли. После исследования реки специалистами оказалось, что в воде недостаточно очищающих реагентов. Мы спускаем воздух, потому что идет с воздухом, стучать начинают. И вот они все стоят на 100, но они 100% не подают дозу. То есть сколько продозировано реагента и сколько ушло, вы не можете? Мы знаем, но регулировать мы не можем. Напомним, станция была построена в 2008 году по федеральной программе и способна очистить 3200 кубов в сутки. Из 20 специалистов на станции осталось только 4. Мы чистили линию, первая линия промыли, вторая линия промыли. Она идет хорошая, потом она идет в РЧВ, и с РЧВ уже идет грязная. Что такое РЧВ? Резервуар чистой воды. Оттуда она идет грязная. Почему? Ну потому что не хватает специалистов. Это надо вовремя мыть, вовремя вычищать. Все эти годы станция работает, но не на полную мощность. В год убытки переваливаются за 6 миллионов рублей. И эта ситуация с каждым годом только усугубляется. А местные власти разводят руками и уповают на республиканскую. Министерством строительства, архитектуры ЖКХ была выдвинута идея, чтобы объединить два водовода поселка Ибресия и поселка Вурнары, чтобы один использовать как резервный, а один как основной. И чтобы они в любое время могли друг друга заменять. В Самаре Кокерия явно нуждается в периодической очистке. Не сует, вода мутная. А так раньше была рыба, попадалась, да? Да, раньше попадалась. То есть прозрачность воды все-таки влияет? Ну да, конечно. Травояных Товстолобика и Белого Амура, исключающих частичное цветение реки, запускали 4 года назад. Но и они здесь бессильны. Терпение у людей уже кончилось. Заваленная жалобами прокуратура и Роспотребнадзор провели совместную проверку. В настоящее время по получению результатов лабораторного исследования проб воды будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц МОП «Водоканал». Согласно статье 6.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации должностное лицо может быть привлечено по данной статье к административной ответственности от 2 до 3 тысяч рублей к штрафу. А юридическое лицо может быть привлечено к штрафу в размере от 20 до 30 тысяч рублей. «Водоканал» находится на балансе муниципалитета. Он финансируется из местного бюджета. И решать проблему обязана администрация района. Но она вновь ждет помощи от республики. Правительством Чувашской Республики принято решение о передаче данного гидроузла плотины в республиканскую собственность из муниципальной собственности. Для этого сейчас администрация Бресенского района готовит пакет документов. А пока жителям района, как и рыбе, приходится искать место, где лучше. В смысле, где есть чистая вода. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.